Привет, 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 друзья! Давайте подтягивайтесь, сегодня разыгрываем катушку. Вот это вот Dive, прогулка в размере 3000. Потихоньку будем собирать людей. Пока что проверим связь. Всем привет, привет, рад видеть. Проверим связь, проверим звук. Немножко подождем остальных участников и будем разыгрывать эту катуху. Катюха, привет. Ну потихоньку люди подтягиваются, это уже хорошо. Трансляцию буду вести сам, поэтому давайте общаться, чтобы не было такого скучного монолога. Вадим еще где-то сработки. Друзья, очень рад видеть вас. Всем привет, привет, привет. Давайте пока что напишите, как меня слышно, как меня видно, интернет хороший или нет. Потому что я подключил Wi-Fi, отключил режим телефона, чтобы не было не вовремя звонков. Поэтому я не сильно уверен, что Wi-Fi сюда достреливает достаточно качественно и звук и картинка будут хорошие. Поэтому, привет, привет. Поэтому напишите, пожалуйста, мне в комменты, хорошая ли связь и как меня слышно. Слышно, видно, хорошо. Катя, отлично. Все норм. Пушечка. Ой, залайкали. Так, хорошо, друзья, давайте с собакой смотрим. Да, у тебя потешная собака, такой себе, сэбэк. Друзья, напишите, пожалуйста, кто, с какого города, с какой страны. Пишите в комменты, очень интересно узнать, кто сюда уже подтянулся. Так, как так, пытаюсь читать. Ага, вижу. Хорошо, надеюсь, звук не опаздывает. И все у нас будет отлично. Слышно, видно, отлично. Все круто. Жмеренко, это хорошо. Я с города Черкассы, кто не знает. Черныльцы, привет. Черныльцкая область. О, круто. Одесса, всем привет. Надеюсь, ваш корабль потихоньку там переворачивают и вернут его на место. Был недавно у вас в гостях. Подвисаешь. А еще... И здесь все, да, из Киева. Понял. Ривны, привет. Киев, здорово. Черкассы, привет, пацаны. Привет, землякам. Сумы. Ого, ну да, да, круто. Ривны, привет. Беларусь, Минск. Всем привет, друзья. Был и УАЗ. Россия, Москва. Здорово, здорово. Привет. Черкассы. О, вижу, опять землячки. Армавир. Ух ты. Мой на дядька Щеркасс. Дуже приемно. Днепр. Всем привет, 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 друзья. Что, потихоньку подтягиваются люди. Давайте еще пару минуток подождем и будем запускать уже наш конкурс. Я, честно, искренне, искренне желаю, чтобы вот эту вот катуху выиграл именно тот человек, у которого по какой-то причине нет возможности купить ее. И, ну, на самом деле, какой-то такой с характером рыбачок и заслуживает на эту катушку. Чтобы это не был какой-то халявщик, который привык к ГИВВевским конкурсам и не интересуется особой рыбалкой. А именно какой-то такой маньяк своего дела, такой же, как и мы. И у кого просто нет возможности ее купить, я очень бы хотел, чтобы именно такой человек выиграл эту катуху. Цэя. Никополь, привет, привет, друзья. Причин масса, не совсем понял к чему. А, понял, походу понял причин масса. Да, не хвостай, не чешуи, друзья. Всем тоже желаю удачи. В общем, кто там на рыбалке сегодня был, пишитесь вкратце. Я хочу. Значит, так, ну еще давайте, еще чуть-чуть добиваем людей и будем запускаться. На фоне включил вам видео со своего YouTube канала, чтобы не так скучно было смотреть на мою лицо. Поэтому это как раз видос с Казахстана. Одно из последних моих путешествий, где мы ловили и сазана, и судака, и сама, и берша, и карася, и воблу. Ну, главной целью этого путешествия был змея голов. Очень крутая рыба, просто нереально дурной, вообще бешеный просто хищник. Я очень всем желаю когда-то испытать эту рыбалку обязательно. Очень интересно за ним охотиться. Катька ждет лед и еду на рыбалку на жерлице. Вот так вот. Я, честно скажу, не любитель зимней рыбалки. Я вообще береговик в основном, и мне интересно именно поиск рыбы, прогулки, где-то передвижение. У меня почему-то зимняя рыбалка ассоциируется с такой более спокойно сидящей манерой. Возможно, просто на нормальной рыбалке не бывал. Я вчера леща, блин, Денис не успел, что там леща? Леща поймал. Краса, а вот. Денис вчера поймал леща от жизни. Это тоже хорошо. Ты такой классный, спасибо. Привет, да, два, блин, не успеваю я, друзья. Зимняя рыбалка топ. Я не спорю, на вкус и цвет, каждому свое. И, возможно, зимняя рыбалка это на самом деле топ. Просто мне нужно показать хороший пример. Я как-то с друзьями пару раз выбирался, когда они мне поговорили на это дело. И так получилось, что я попал в тот период, какая-то была прям рекордная морозная температура, зафиксирована в Черкассах, там чуть ли не минус 30 с чем-то, что у меня весь шарф такой во льду был. И, в общем, вообще я кайфа не получил от той рыбалки. Я просто безумно замерз. И рыбы мы, по-моему, тогда вловили пару таких вот судачков. Так, молоча, на плотва 700 грамм. Красава. Какая сейчас зима, может, с берега. Вот, я о том же. Сейчас зимы нету, можно ловить спокойно. Пейду на зимовую завтра еще, пейду на щуку. Вся норма, у вас плюс 15. Да, сейчас хорошая погода, в принципе, можно ловить с берега. Тем более, если есть теплое русло. Я удочку купила на катушку, денег не хватило. Ну вот, я вам желаю к вашей удочке катушку выиграть сегодня. Друзья, кто еще не в теме, кто еще не понял. Суть этого конкурса. Вы подписались, вот там вот в подписках конкурсной страницы есть 62 спонсора. Вы на них раз подписались. Прошлись по списку, начали подписку. И каждый день в прямом эфире кто-то с спонсоров разыгрывает подобные призы. Такие, как я вот разыгрываю сегодня вот эту вот катушку. То есть, завтра кто-то спонсор будет что-то подобное, тоже хорошие призы разыгрывать. То есть, если вы сегодня не выиграете, это не значит, что нужно расстраиваться. Значит, что у вас есть еще около 30 шансов точно. То есть, уже разыграли штук 10 призов, это точно. И, в общем, у вас еще есть шансы. Я точно уже не помню количество. То есть, если сегодня у вас не получится выиграть, следите за конкурсной страницей. Завтра, послезавтра и еще до Нового года у вас есть много шансов выиграть очень крутые призы. И главный приз будет, это будет катушка Shimano Stella. Кто не знает, Stella это топовая линейка от компании Shimano. Сам лично по фасту использую вот такой вот Shimano Stella. Но это морская версия в размере 10 тысяч. Она большая, мощная. То есть, я ее покупал под морские рыбалки. Так, ну что, катушка Daiwa Top. Да, за свои деньги эта катушка очень достаточно хороший вариант. Давайте вкратце расскажу. И, в принципе, давайте уже будем, наверное, запускаться. Уже и так 8 минут я тут лякаю. Наверное, уже всем надоело. Так, друзья, короче, всем привет. Меня зовут Женя Понасюк. Я автор ведущей рыболовной передачи на телеканале Трофеи, которая называется «Рыболовные приключения с Евгением Понасюком». Суть моего контента в том, что я путешествую по разным странам в поисках новых рыболовных трофеев. То есть, я отправляюсь в какую-то страну, там немножко показываю колорит, изучаю местные обычаи. И ищу, само собой, какой-то любой вид рыбалки. Желательно, конечно, зрелищный и какой-то незабываемый. И вам стараюсь показать его особенности и для себя поймать что-то новое, какой-то новый вид рыбы. Также я веду свой YouTube-канал, который называется «Рыболов Англер», на котором эти видео я дублирую только уже в более бесконзурной версии для YouTube, само собой, для пользователей интернета. Так, сейчас покажу катушку, чуть-чуть водички попью, а то что-то я захрекался уже. Читаю комментарии вашим друзьям. Так, смотрите. Сегодня у меня приз от меня вот такой вот, катушка «Дайва». Модель «Рыгал» в размере 3000. Размер оптимальный для, в принципе, универсальной ловли. Эта катушка, сейчас я открою, чтобы не шелестеть вам микрофон. Эта катушка имеет хорошую систему фрикциона. Соответственно, она может работать с самыми тонкими деликатными шнурами. То есть, уже эту катушку вы можете применять как для ловли на какой-то наноджик, ну и вплоть до средних тяжелых весов. Насколько я знаю, лично я не использовал эту катушку, но я базировал свои отзывы, свои обзоры, которые я вылаживал на YouTube-канал по поводу этой катушки, на отзывах своих друзей, которые используют именно эту модель. Эта модель хорошо будет работать с весами до 25 грамм. Свыше вы уже ее убьете. Поэтому катушка очень хорошо подходит под лайт, под ультралайт и под такой медиум, я бы сказал. Вот такого вот дизайна. Цвет у нее такой фиолетово-зеленый перламутр, хамелеон. Цветные катушки я сильно не люблю, но этот смотрится достаточно стильно и красиво. С золотыми вставками. Все в стиле дайва. Такое все прям хай-тек, космос, дизайн космический. Кому интересно, опять же, на моем YouTube-канале Рыболов Англер есть более подробный анбоксинг этой катушки. Можете посмотреть, послушать. Я там более подробно за нее рассказываю. А так, в принципе, все сильно утружать вас не буду. Эту катуху сегодня я разыгрываю кому-то из подписчиков и участников этого конкурса. Ну что, друзья, запаковываем катуху сюда. В общем, это я позже сделаю, чтобы не челестить. Это крутая катушка. Да, на свои деньги очень хороший вариант. Яся, приветик. Так, так, так. Ну, немножко людей подросло. Что, будем запускаться? Словил щуку. Молодец. Сегодня словил щуку. Классная катушка. Грамм. Касса взялся. Ого. Хороший крас, 857 грамм. Так, возьмем. Что, запускаемся? Катька, ты со мной? Или ты уже убежала? Так, хочу космос. Так, 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 так. Ну, в общем, все у нас уже на связи. Не все, конечно же, но большая часть людей собралась. Очень приятно. Что, Катька, даем запуск уже конкурса, разыгрываем. Катя, ты с нами? С нами. Он в северку пишет уже. Короче, друзья, смотрите, система какая. Всех участников было выведено в список текстовый документ по очередности. У нас... Сейчас будем выключать YouTube и смотреть список. Я открываю текстовый документ, переношу его вам или не переношу. Давай. Сейчас, секундочку, друзья. Перенес его, наконец-то, я на экран. Из-за слабого сигнала. Друзья, есть связь? Хорошо, а то мне только что показывало ошибку из-за слабого сигнала. Напишите мне плюсик или пальчик вверх. Покажите, что если все хорошо, я могу приступать к конкурсу. Жмите палец вверх, вот так вот. Так, так, так. Неплохой. Ну, хорошо, хорошо. Окей, потому что показывает ошибку, что интернет какие-то сбои. Не хотелось бы, чтобы потом не рассказывали, что какие-то слепки и так дальше. В общем, хорошо, друзья. Смотрите, у нас вынесло всех участников. Очень много, очень много участников с разных стран. На сегодняшний день, это где-то за 2 часа до начала вот этой вот трансляции, был создан этот список, потому что для этого нужно было определенное время. И на данный момент у нас 12 038 участников. 12 038 участников, думайте, но это не значит, что у вас мало шансов. У вас еще там призов 30 есть точно. Так, хорошо. Итого, я открываю вот здесь где-то генератор случайных чисел. Это самый первый сайт, который мне гугл выбросил. И создаем вот диапазон случайных чисел от 1 до... Сколько я там сказал? До 12 038, да? От 1 числа до 12... До, 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 до 12 чисел 38 участников. Я надеюсь, вам видно. Поэтому я на тельчик это все перенес. Даже так вот увеличу вам, чтобы было прям вообще капец. Теперь количество победителей. Один. Исключение повторений. Итого, генерировать числа. Ну что, все, давайте, пишите. Желаем всем удачи. Только искренне, чтобы в карму все хорошо было. Блин, хочу, чтобы выиграл настоящий рыбак. Чтобы это не была какая-то фейковая страница. Да, я, блин, дома уже. Спасибо, Максим. Я хочу, чтобы выиграл какой-то рыбачок. И был счастлив просто безумно от этого приза. Все, давайте. Желайте всем удачи. И понеслась. Хоть бы фартанула. Удачи, 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 удачи. Давайте, друзья, побольше. Ну давайте искренне. Желайте другим удачи. И она обязательно к вам тоже вернется. Швабра-кадабра. Всем удачи. Привет. Дай Боже, дай Боже. Аминь. Так, удачи, удачи. Ну все, короче, друзья, нажимаю. Та-та-та-та-тан. У нас выпадает участник под номером 3614. 3614. И теперь я открываю этот же файл с нашими участниками. И ищу номер 3614. Надеюсь, вот этот вот маленький попер не мешает вам. 3614. Ищем, ищем, ищем. Так, оп, пролистал. Интрига накаляется. Давайте, там еще два человечка хоть зайдите в эту трансляцию. Нужно округлять числа. 3614. Итак, на всякий случай. Я не говорю, кто под этим числом. 3614. Сверяем. И это у нас Непупенко Игорь. Игорь Непупенко. Так, так, так. Игорь Непупенко. Ну, сейчас будем смотреть. Чикс. Не факт, у еще, что приз уходит к нему, потому что нужно проверить, все ли правила он соблюдал. Переходим в конкурсную страницу. Подписчики наши. Блин, ну давайте, я не знаю, как его искать. Вот так вот будем искать. Игорь Непупенко. Так, Непупенко Игорь. Так. Извините, если я неправильно называю фамилию. Может где-то что-то не так. Итак. Вижу, что это охотник. Вот даже два карася у него на пальцах одеты. Это значит, что он каким-то образом относится к рыбалке. Это меня уже радует, что это не фейковая страница. Вот, да, рыбачок. А зимнюю рыбалку тоже любит человек. Так что видно, что это настоящая страница рыбака. Это очень приятно. Я очень этому рад. Только что-то я не вижу информации про него. Почему-то оно обновить было непонятно. Давайте посмотрим геолокацию. Хорошо, так. Смотрим теперь его подписки. Конкурсная страница есть. Сейчас будем проверять. Так, Ага, есть. Так, что-то я не вижу всех подписок. Катюха, ты на связи? Что-то маловато. Да-да-да. А ну, проверь, если тебе не сложно у себя тоже этого человечка. Просмотри тоже взглядом. Ты на память знаешь всех этих самых спонсоров. Потому что что-то очень мало по спонсорам я не вижу. Человека зовут Игорь Непупенко. Сейчас тебе продублирую телеграм. Посмотри, пожалуйста, в телеграме я тебе скинул человека. Нужно сейчас промониторить. Уходит ли приз ему, или мы разыгрываем его дальше, и кому-то еще повезет. Сразу люди радуются. О, пролетел, давай дальше. Возможно, возможно и такое. Дабы не брать грех на свою душу, скажем так, на свою совесть, я еще попросил Катю, пусть она подстрахует, тоже проверит. И подскажет мне, так как Катька у нас главный организатор этого ГИЛВЭя. Да, судя по всему, друзья, приз не достанется этому человеку, потому что у него нету всего списка спонсоров, на мой взгляд. Сейчас, если Катя дает добро, то мы продолжаем разыгрывать катушку дальше. Не греши. Ну вот именно. Алина Федина, привет. Так, правильно, молодец, честно. Ну, будет честно, конечно, будет честно. Ну, да ты, вдача. Спичу варим. Да, обидно, бывает так вот. Настоящий рыбак, не фейковая страница, не какой-то левый человек. Обидно, что охотник, рыболов, но просто или же поленился доклацать спонсоров, или невнимательно прочитал условия этого конкурса. Катя, жду твой вередикт. Катя тоже интригу нагоняет, чтобы нам веселее здесь было. Так, Катя сказала, нету подписок. Так что, друзья, погнали дальше. Выбирай нового. Yes, can. Блин, обидно. Обидно, конечно, но такие условия конкурса, друзья. Погнали дальше. Возвращаемся к генератору чисел. Давайте там. Все, все готовы? Катя написала, нету подписок. Вот видите? Ура, вот это вот. Выбираю нового. Запускаем. Всем удачи еще раз. Второй шанс, погнали. Итак, новое число 6459. 6459. Смотрим. Итак, 6459. 6459. Агеким. Агеким какой-то. Забиваем. Проверяем. Итак, по первое фото мы видим такого размера щуку, крепко, уверенно сжавши в руках. То есть, это видно уже, что рыбалка, рыбак, рыбак. Ага, так. Видно, что это рыбак. Видно, что это настоящая страница человека. Это не фейк. Раки. Футбол. Ага, охота. Так, 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 так. Проверяем его подписки. Сразу, Катюха, даю тебе тоже его, чтобы ты меня подстраховала. Итак, подписки. О, здесь уже я вижу больше спонсоров. Так, так, так. Так, друзья, походу, этот человек... Понял, понял, Катька, извини. Так, походу, этот человек заберет приз, потому что я вижу очень много людей с спонсоров. Так. Так. Тут есть подписки, друзья, так, что этот приз уходит вот этому вот человеку. Агетим, я не знаю, как его зовут. У меня на компьютере, по крайней мере, информации не выбивает. Ростов-на-Дону. Ростов-он-Дон. По списке есть. Поздравляю. Поздравляю этого участника нашего конкурса. Я рад, что катушка достается настоящему рыбаку. Уедет она в Ростов-на-Дону, я так думаю. Без проблем отправлю, с удовольствием отправлю. Еще раз поздравляю. Я рад, что люди, вот даже кто не выиграл, поздравляют этого человека. Потому что, друзья, обязательно и к вам удача обернется. Так что не нужно быть зависимыми и, короче, с плохими мыслями. То есть желайте всем добра, и оно обязательно к вам тоже вернется. Поздравляю, поздравляю, поздравляю. Очень рад. И всем вам желаю обязательно победы, успеха в новых розыгрышах. Следите за конкурсной страницей, потому что завтра, послезавтра и после-послезавтра будут еще розыгрыши подобных призов, не менее хороших. И, я думаю, полезных будет любому рыболову. Супер-приз, еще раз напоминаю, это будет Стелла. Новая самая Стелла. Это очень крутая топовая катуха. Или же можете взять просто в денежном эквиваленте по стоимости этой катушки. Есть у вас выбор. Всем до встречи. Кто не подписан на мой ютубчик. Рыболов Англер называется. Также он есть в описании моей инстаграм-страницы. Ссылочка. Там регулярно выходят новые видео, обзоры. Так что... Спасибо. Так что всегда рад, буду искренне рад. Подписывайтесь. Всем пока, до встречи и желаю еще раз удачи. Стелла топчик. А как его закончить, этот канслейшн? А завершить? Ха! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok